Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня расскажу, как я решаю проблему загрязненной воды в своей квартире. Вообще, у меня в квартиру поступает вода ключевая. Нет запаха и мутности, но в ней присутствует ржавчина, песок и соли жесткости. В результате большая накид внутри чайника. Нужно периодически чистить тен стиральной машинки и теплообменник в котле, а также забивается лейка в душевое. Я внимательно изучил фильтры, предлагаемые на рынке и выбрал небольшую систему из двух фильтров. Это промываемые фильтры тонкой очистки и ионообменный фильтр. О фильтре тонкой очистки я расскажу в этом видео, а об ионообменном фильтре и монтаже системы я расскажу в следующих видео. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. И, как всегда, буду благодарен вашим лайкам и репостам. Они стимулируют меня делать новые видео. Первым в системе является фильтр Aorus 3. Об этом фильтре много отзывов. Кто-то его недооценивает, кто-то его переоценивает. Целью этого видео является понять, для чего в первую очередь стоит применять данный фильтр. Также я расскажу, почему я заказал дополнительный ионообменный фильтр. В конце ролика разберем, как подключить этот фильтр и как его обслуживать. Смотрите это видео до конца. Данный фильтр имеет срок службы более 10 лет и имеет производительность 3000 литров в час. Это позволяет его использовать как магистральный фильтр и обеспечивать чистой водой всю квартиру. То есть, можно не только пить чистую воду, но и принимать душ в чистой воде, а также готовить и мыть посуду в чистой воде. Кроме того, он поможет защитить от накипи чайник, котел и стиральную машину. К тому же, на протяжении всего срока службы он не требует замены картриджей. Это позволяет сэкономить деньги на сменных картриджах и обслуживании. Почистить фильтр можно в любой момент, не разбирая его, что позволяет вовремя удалить грязь и качество воды в процессе эксплуатации не ухудшается. Этим не могут похвастаться картриджные фильтры, в которых качество воды по мере забития картриджа ухудшается. Изначально я рассчитывал, что этого одного фильтра хватит для своих целей. У него 4 ступени очистки воды. Я позвонил поставщику этого фильтра, рассказал о своей ситуации и мне объяснили то, чтобы получить лучший результат, то одного этого фильтра недостаточно. Давайте разберем все эти 4 ступени очистки и я объясню, почему нужно оставить именно два фильтра. Координаты компании, где я заказывал данный фильтр, я оставил в описании. Первая ступень очистки выполнена с помощью волокна из нержавеющих сплавов, которые отталкивают грязь. Это позволило сделать поры в один микрон, что позволяет очистить воду от большинства механических примесей. В моем случае это ржавчина и песок. Кроме того, задерживаются взвеси в воде, тяжелые металлы и часть солей жесткости, которые больше одного микрона. Для очистки фильтра достаточно открыть дренажный кран и проточная вода сама очистит фильтр от накопленных загрязнений. Большинство фильтров от механических загрязнений имеют степень очистки более 20 микрон. По тонкости очистки фильтр AURUS значительно их превосходит. У него степень очистки 1 микрон. Именно поэтому мой выбор упал на этот фильтр. Вторая ступень это покрытие слоем активированного серебра волокна, из которого сделан фильтрующий элемент. Это бактерицидная очистка воды ионами серебра. Она позволяет бороться с патогенными микроорганизмами в воде. Третья ступень это биомагнитная очистка воды. В фильтр встроен сверхмощный магнит, который меняет структуру воды и содержащихся в ней солей жесткости. В результате эти соли не осаждаются на тенах стиральной машинки, теплообменнике котла и в чайнике создает рыхлый налет, который легко очищается. Но меня не устраивает, что эти соли жесткости вообще были в воде. На помощь придет ионообменный фильтр, который я буду ставить после фильтра тонкой очистки воды. Это позволит мне практически полностью избавиться от солей жесткости в воде. Об ионообменном фильтре поговорим в следующем видео. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. Четвертая ступень. Ассорбционная очистка воды. Вода обрабатывается кремниевыми активаторами, которые не расходуются. Они находятся в стержне внутри фильтра. С помощью кремния вода насыщается нужными макро и микроэлементами. Это улучшает вкус и структуру воды. Какие главные преимущества этого фильтра? Главное в этом фильтре первая ступень очистки. То есть очистка от механических примесей. За счет тонких пор он справляется с этим лучше, чем большинство других фильтров механической очистки. Отсутствие сменных картриджей и простота его очистки это главный его плюс, что позволяет сэкономить деньги при его обслуживании. А вот остальные три ступени это полезные, но дополнительные методы очистки в этом фильтре. Если вы хотите получить серебряную воду, то существуют более эффективные методики сделать это. Например, погружение серебряных изделий в непроточную воду или метод электролиза. В данном фильтре вода проточная и она не успевает сильно насытиться ионами серебра. Но наличие серебра позволяет все равно частично бороться с микроорганизмами и не позволяет размножаться бактериями в примесях, которые задержал фильтр. Для биомагнитной очистки воды лучше применять специализированные фильтры. В них магнит гораздо больше и мощнее, чем в данном фильтре. В этом фильтре магнит хоть и есть, но не думаю, что его производительности достаточно при большом напоре воды. То же самое с минерализацией воды. В самом фильтре активных минералов небольшое количество. Они располагаются в намагниченном стержне внутри фильтра. Для минерализации есть более эффективные методы, такие как настаивание воды на минералах. В фильтре вода проточная и вряд ли он успеет насытить воду минералами. Функция полезная, но не основная. В комплект данному фильтру прилагается технический паспорт. В данном паспорте можно найти технические характеристики фильтра. Тут рассказывается, как работает данный фильтр, область применения и принцип действия. Также можно увидеть, что данный продукт сертифицирован. В конце идет инструкция, как подключить данный фильтр и как обслуживать. Срок эксплуатации данного фильтра 10 лет, но гарантия на этот фильтр 1 год. При этом стоит учитывать, что полный возврат денег фирма гарантирует при условии, что данный фильтр эксплуатировался не больше 12 дней. Тут есть свидетельство о приемке и штамп, подтверждающий гарантийные обязательства. Давайте посмотрим, как подключить данный фильтр. В комплект поставки уходит сам фильтр, манометр, дренажный кран и все необходимые прокладки. Присоединительный размер фильтра 1 дюйм, но можно сделать переход на размер 3,4 дюйма при помощи американок, входящих в комплект. Все это упаковано в коробку с пенопластом, позволяющая лучше сохранить фильтр при транспортировке. Подключить данный фильтр и его на обменный фильтр я собираюсь по данной схеме. Единственно, у меня будет на один фильтр меньше. Данная схема позволяет обслуживать фильтры без отключения водоснабжения квартиры. В обычном режиме открыты краны 1 и 3, а кран 2 имеет функцию байпас на случай обслуживания фильтров. При обслуживании мы перекрываем краны 1 и 3 и открываем кран 2. В результате мы можем обслуживать фильтры без отключения водоснабжения квартиры. Я в одном из следующих роликов буду рассматривать сборку данной схемы подключения фильтров. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. Теперь поговорим об обслуживании фильтра. Если давление на манометре резко падает при включении крана, то скорее всего фильтр забит. Стандартный метод очистки это открыть дренажный кран и слить через него воду вместе с грязью. Можно поставить для этого какую-нибудь емкость для воды, но лучше прозрачным шлангом сделать отвод прямо в канализацию. Когда по шлангу будет идти прозрачная вода, то дренажный кран следует закрыть. Более эффективный метод промывки фильтра это через его выход. В приведенной схеме закрываем первый кран и открываем второй и третий кран. Открыв дренажный кран, вода уже будет идти через выход из сетки фильтра. В результате очистка фильтра будет более эффективна. Фильтру можно докупить автоматическую систему очистки и она уже будет очищать фильтр без участия человека. Раз в 1-2 года рекомендуется делать генеральную очистку фильтра. Для этого фильтр разбирают и вынимают фильтрующий элемент. Потом его опускают в раствор лимонной кислоты, в результате он полностью очищается и становится почти как новый. И пару слов о выборе системы очистки воды. Выбор фильтров определяется составом воды и необходимой их пропускной способностью. В моем случае легко было определить какой фильтр мне нужен. Для лучших результатов я рекомендую сделать анализ воды санэпид станции. По результатам анализов специалисты порекомендуют, какие фильтры применять в вашем случае. Данный фильтр подойдет для предочистки практически для любой системы очистки воды. Координаты компании, где я после консультации заказал фильтр, найдете в описании. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить видео об ионообменном фильтре и сборке системы очистки воды. Свои вопросы и свое мнение о данном фильтре пишите в комментарии. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. До встречи в новых и старых роликах.